24 часа в африке это самый лучший отель кто здесь у меня сейчас сердце не взорвалось почему бы не покупаться рисковый поступок боже приветики всем сегодня суббота а мы собираемся потому что уже через 45 минут у нас выезд с уладом в аэропорт мы едем на отдых в отпуск беру вас наше приключение мы прилетели ждем свой багаж у нас здесь уже появились любимые сэндвичи выезд чекен и чайок вкусный а еще здесь супер крутая ложка как вам дем багаж и думаем есть эти наши любимые сэндвичи или заехать куда-то покушать вкусно вот чем занят наш мозг в общем у нас first day мы сняли вот такой кабан private у нас здесь есть фрукты и напитки есть кнопочка вызова если нам нужно что нибудь я сейчас разложусь где-то здесь лягу на солнышко буду загорать просто обожаю это место за то что здесь всегда идеально чистая вода даже на мальдивах нет такой воды а рыба привет друзья не знаю что вам со мной делать не снимаются у меня пока что влоги вчера мы весь день усили на пляже потом мы поехали на ужин потом поехали к ксане джекан и посидели потусили сейчас мы собрались в мол пошопиться посмотреть что там новенького у меня такой лук касабланка я хотела понять посоветоваться с вами по обуви есть такой вариантик гелененький по задумке вот эти должны быть здесь живанши но их не очень любит влад а еще они как-то мне по ощущениям сейчас такие типа я устала не хочу в них но в принципе прикольная есть еще вариантик таких гучи мои любимые самые 1 1 из точнее ну мило и есть еще вариант такие если что вы не удивляйтесь я в поездке всегда беру максимально много обуви потому что это для меня одна из самых важных атрибутов кстати как будто очень даже да и будет удобно по моему ходить есть еще вариант если по задумке были черные есть черные вот такие я еще даже половину не достала у меня уже здесь их 100 штук такой вариантик не по нему сейчас посмотрим они ну как-то странно все выделяются жестко но эти тоже уже не подходят я думаю что либо вот эти тоже милые либо те бежевые а вообще хотя бы в комментариях какие бы вы выбрали сейчас мы узнаем какие выберу я произошла ситуация я померила эту обувь задуманной сумкой и оказалось что это пипец как круче чем эта обувь не поэтому я сейчас пытаюсь понять оставаться в том луке не очень удобно который не очень нравится владу или поменять на такую историю я ну так тоже мило взяли вот такую феррари вайп хеллоу chill days продолжаются у меня сегодня был утром созвон с психологом потом я чуть-чуть собрала чемодан теперь давайте позавтракала и все чилила на пляже на нашей кабаночке сегодня просто вообще идеальная погода и тем самым меня удивляет что просто нет людей на пляже от этого супер кайфово идеально чистая вода идеально чистый песок чем ели фруктики тусили да я уже собралась сегодня планируется наш любимый поход поужинать картошечкой собрать чемодан и 7 утра у нас выезд из отеля 9 вылет такое приключение . . а будет . вы знаете где просто реально каждый раз того какой вид терминал дубаи это просто шок ноль проверок 0 досмотр 0 шагов нужно делать ноль экскалаторов ноль недовольных лиц прочит заходишь тебя садят в комнатку там че завтраки обед и ужин и орешки фисташки чего угодно можно попросить человека сказать дети приемте потом тебя на машинке вот такой приятный подвозит к самолету сразу вот по лесенке и поднимаешь на место это просто я вот больше всего это вообще но на самом деле не во всех городах и странах такие офигенные терминалы давай это просто один из самых лучших нас ждет 5-часовой перелет а потом на частном борту час или полтора лететь до нашего короче это к чему просто хотелось запечатлеть тот момент потому что мы частенько этой услугой пользуемся но она как-то вот так вот и закончилась она столько это все приятно что хотелось это запечатлеть все просто это будет нашим днем ребята и если вы наберете 3750 лайков под этим влогом то скорее всего я сниму себе на канал влог 24 часа в адрике это не процентов но процентов 30 есть 30 процентов ездить ради тридцати можете выставить лайк да я ж не мы немного прошу 3 тысяч не за 3 миллиона я сниму у нас уже стучит а вот это мы там и оттуда мы летим в танзанию там мы будем в отеле он находится в национальном парке серенгетия и это самый лучший парк в африке с животными сапари то есть это самый дикий самый настоящий натуральный там кучу животных будет все виды и возможно мы попадем на миграцию а это супер мега уникально потому что на миграцию сложно вот поэтому мы летим прям самый прайм-тайм хотелось рассказать именно по месту где мы будем то есть это будет парк серенгетия в общем мы поспали это типа 5 часов считайте вторая полноценная ночь в ход надеюсь что я вечером усну сейчас у нас уже посадка будет через 20 минут прикиньте мы в африке окажемся в щенки и очень жду прям взяла масочку чтобы себя освежить потому что после этой войной ночи мне надо было срочно освежиться так ну такого я не ожидала увидеть конечно африка тар эссалам я думала я тут увижу как животные бегают не знаю зебры всякие а это какой-то комик офигеть это склеенные дома друг с другом это как шокер мы приземлили что как вам наш час у нас тут тур дом просто посмотрите на этот тур дом мамочки я еще раз так боюсь быть и готовилась к этому дню не один день чтобы пережить этот полет Субтитры сделал DimaTorzok Мы приземлились, но не с первого раза! ну что... Воняет Африкой! красиво ла, ла и лала наши машинки как на нее забираться приехали в отель у нас здесь подогреваемый бассейн все нет слов пока что мне интересно будет как этот днем на закате и конечно это вообще все нам сказали обязательно закрывать все двери потому что здесь много обезьян там вообще мне немножко жутко на это смотреть это такая зона спальня вау африка настоящая такое все уютненькое опа гардеробная мне так нравится этот стиль африканский очень красиво ванна я просто нереально посмотрите трыдец просто мне не слов реально здесь душ с таким видом но в общем я вам немножечко объясню это самый лучший отель в африке то есть во всей африке здесь постоянно останавливаются очень многие голливудские звезды типа will smith барак обама это нам просто первое что сказали когда презентовали этот отель поэтому он нереально крутой потому что ну логично для самого лучшего отеля в африке я реально просто в каком-то невероятном шоке от того что я вижу так вот видимо хочет все таки чтобы нас обезьянки то достали просто что наступила через пять минут но мы зато посмотрели все успели прилетели комфортненько все идеально складывается просто все под нас но дождики дождик как холодные первые жители как она сюда попала итак нам сказали на ночь обязательно закрыться в этом навесе я вам хотела показать набор ночной что нам положили а именно фонарик это мы с какой целью будем такие кто здесь а так это будет здесь нет все нам здесь положили переводчик вот я не им жена лака не на не дамбо в общем такая история свечка тут очень много свечей всяких уютных штучек это мой мяч который везде с собой вожу сейчас сделаю немножечку разминку перед сном водичка в принципе все будем ложиться спать в этом ужастики а еще положили вот такой бальзамчик доброе утро это у нас кстати хотела вам показать как выглядит ресепшн в принципе все виллы кроме нашей находится вот выглядит точнее в таком стиле такой королевско-африканский стилёчек там мы завтракали идем номер потому что сейчас мы будем собираться в сафари мы перед этим заедем к ребятам посмотрим как у них вилла выглядит потом они к нам мы покажем свою и пойдем собираться все мы выдвигаемся на нашу первой сафари у меня сегодня максимально сафарский лук надеюсь что я не замерзну или наоборот не жарюсь наша сафарская компашка отправляется что мы с собой взяли у нас тут пончо накрывашки здесь водичка улад юлия также здесь у нас отечки вот как у ребят и и что-то еще а и этот бинокль не я горит что тут животные конечно забияки будут все красть поэтому надо все спрятать ой не знаешь кого напоминают мэлмана это мэлмана даже произошла попытка спуститься они конечно отбежали туда но я постояла в очень высокой траве жутко говорит что можно было встретить змейку как вам озерцо просто таки можно отстать от нас мега лентяйске просто пофиг мы к ним вот как близко подъехали вот мои ноги вот львы о господи сау клоя это когтеточка реальной жизни посмотрите как цветочка смотрите мы встретили носорога нам сказали что мы очень удачливы потому что это редкость просто сумасшествие каждую секунду новый вид заката вау там еще и молния видите как сверкает там еще солнце не село скоро с ними приживемся это я просто иду и повсюду обезьяны но смотрите как она здесь есть классная зона с камином здесь мы ужинаем завтракаем и там в другом месте безумно красивый отель вообще каждый раз удивляюсь вау еще вот это хотела показать настроение у нас тут просто какая-то идеальнейшую теле и играем это была огромная да вай ну вот это сейчас тоже была роскошная с коментами потом с нашими было же видос оригинал офигеть что происходит и просто снимаю без остановки и вот так уже сколько час точно смотрите на эту идеальную зеленую семейку просто все по лукам идеальные сегодня у нас будет утреннее сафари потом мы приедем на обед пообедаем потусуемся дома я хочу еще голову стоять может быть помыть и потом мы едем на вечерний сафари а после у нас планируется спа на такой плане сегодня встретили черепашку похищение черепахи происходит не видно в траве но здесь очень много обезьян посмотрите какая малышка едет не могу посмотрите кого мы встретили посмотрите какие большие птицы просто ходят здесь у нас такие антилопы в виде оленей здесь у нас страусы и посмотрите сколько буйволов мы сейчас к ним едем сердечко заколотилась так на нас смотрят опасность вот пришли на что-то интересненькое приехали очень много птиц и есть огоньки которые ждут доесть за кем-то поэтому говорят что скорее всего там либо львы едят гиен либо гиены едят львов в общем там какой-то происходит обед а вот гиеночки какие они смешные как медведи медведи-собаки друзья я не знаю как это прокомментировать это жесть посмотрите гиены едят буйвола мне нравится стервятник просто как только гиена отходит он такой опачки я пойду доем смотрите смесь лисиц и собак мне не нравится так близко быть меня сейчас чуть сердце не взорвалось реально вам говорю кто там наглый чисто ножку запрокинул мы вернулись на виллу уже пообедали сейчас будем отдыхать два часика я хочу сходить в душ потом мы собираемся на вечернее сафари будем искать зебр слонов хотела показать просто обстановочку насколько здесь кайфово днем просто мы вчера весь день провели сафари из-за этого я не видела что здесь была такая прям идиллия почему бы не покупаться кстати следующий мой рисковый поступок это позагорать в саванне почему рисковый потому что здесь куча животных бегает прыгает летает всякая фигня я бы не сказала что это очень безопасно но очень хочется хотя бы подсохнуть это вышло из воды прохладно ой кайф ребят это капец моюсь я в душе и просто смотрю на животных вот сейчас я например нашла слона вон видите сейчас пойду через подзорную трубу смотреть потому что где-то там еще стая буйволов так сейчас вам попробую показать о смотрите я нашла для вас слона вау мне к слову уже надо собираться только из душа вылезла а у нас уже через час начинается второе вечернее сафари я реально это приключение запомню на всю жизнь к нам на виллу пришли гости о боже какие красотки вау вау Что за стрессовый день? Что за тусовка, которую нас не позвали? Куда идем? Такие смешные, не могу, расчелись просто. Всем привет, мы позавтракали. У меня тут проблема с тем, как снимать свои луки. На секунду, покажи мой лук. У меня здесь не хватает еще рубашки и сынки. У нас сегодня last day. Мы уже ждем. На самом деле, здесь того времени, сколько мы пробыли, для меня стало более чем достаточно. Ну не более, но типа достаточно. То есть я вполне готова завтра улетать отсюда. Буйволы на джакузи тусуются. Спах. Смотрите, как они близко. Бояки такие. Смешно, что когда я телефон подставлю, они начинают его увлекать. Ну это прям мега зрелище у нас сегодня. Буйвол догоняет льва. Ну что, где такое видно? Просто тупо прогнали льва. Ну это что такое? О май гаад. Что-то он подзапутался слегка. Где-то моя Ваня. Ой. Ура. Пока. Я уже ощущаю третий день в Африке. И на самом деле это для Африки стандартное количество дней. То есть не много и не мало. Даже для меня чуть-чуть много. Потому что вот сейчас у нас будет вечернее сафари. И я прям чувствую, что хорошо, что это наше крайнее в этой поездке сафари. Моментов отдыха здесь не так уж и много. Потому что вот к чему я хотела сказать. Что я одновременно все равно не могу от этого никуда уйти. Веду сторисы. Вот я сижу сейчас. Это все публикую бесконечно. Делаю сторителлинги. Очень стараюсь на самом деле. Потому что меня это вдохновляет. Особенно в путешествиях. Мне очень нравится вести сторисы. И мне очень нравится снимать влог. Но это настолько разные вещи. То есть во влоге ты больше говоришь. Более такое все. Ну в общем. Вы знаете. А в сторисах нужно очень жато доносить всю информацию. Креативно очень. Монтировать. На музычку накладывать. Каждую секунду. Все это в моменте делать. Не помню вообще такого. Чтобы я когда-то выкладывала сторис не из момента. То есть если я не сняла в моменте чего-то. То все. Этот контент не выйдет. Я всегда выкладываю все в моменте. В который это происходит. Только когда интернет естественно появляется. То есть здесь получается так. Что мы едем на утреннее сафари. Там снимаем снимаем. Приезжаем домой. Перед этим обедаем. Приезжаем домой. И я сажусь. У меня тут кофеечек. Фруктики. Я переодеваюсь в пижамку. И сижу. Чилю. Отдыхаю. И выкладываю сторисы. Вроде прикольно. Вроде немножко работаю. Поэтому в принципе мне нравится. Но когда ездишь в такие активные путешествия. Много дней так тяжело быть. Поэтому три дня это для меня прям супер. Вот. Завтра мы уже будем собирать вещи. Чемоданы. Днем мы выезжаем уже. Вылетаем точнее. И сейчас вот я выставила последнюю сторис. На обеденное время. Беру кофеек. И иду одеваться. Потому что уже через 15 минут у меня выход из отеля. И сегодняшнее пламя на вечернее сафари. Это охота на... Ну не охота. В общем охота чтобы посмотреть на ягуаров и леопардов. Это в принципе единственное. Кого мы не видели в Африке. В этом регионе. Крокодилов здесь не особо водится. Ну точнее недалеко. Короче все те кого мы могли увидеть. Вот в этой всей локации. Мы всех увидели. Остался только геопард или... Гепард. Ой господи. Ягуар и леопард. Так что сейчас переоденусь. На лучок. И поедем. Я посажила макияж. И вот в таком платьице. Все мы уже вылетаем. Я возьму с собой еще кофточку. Такую. Буду страусов называть. Просто послушайте. В общем суть какая. Мы наблюдаем за охотой. Вот два страуса идет. И где-то тут притаились львы. И они очень медленно движутся к цели. И мы надеемся увидеть охоту. Но что-то пока не похоже. Потому что страусы довольно быстро начали двигаться. Меня каждый раз удивляет. Что львам просто вливать на нас. Смотрите. Вот мы едем. Они даже ни разу не взглянули на нас. Это те самые. Которые так и не поохотились. Или какие-нибудь красивые вещи. У нас сейчас началась самая настоящая вечерняя экспедиция. Потому что мы едем и просто игнорируем всех львов. Слонов, жирафов, обезьян. Все. Кого угодно. Мы останавливаемся. И просто на каждом дереве проверяем всех биноклях внимательно. Ищем леопарда и ягуара. Это наша цель. Не факт. Очень не факт. Что мы кого-то встретим. Но это весело реально. Просто все из этой экспедиции. Я за это время идеально научилась пользоваться биноклями. Здесь оказывается стопы всяких переключашек. В общем у нас тут стоп на закате. Посмотрите какой закат. Офигенный. Кидай в нее. Давайте. Обезьяны прослыхали, что тут движ. Опа. Спасибо за подгон. Влада облепили. Тысячи обезьян. Дайте малышкам. Ой, самый маленький. Кто успел, тот успел. Говорится. А что это эта большая жрет? Ох. Ты поглянь. Это просто трениндос. Что творят. Это покормили, так покормили. Ой, как сок течет. Ой, как вкусно. Вот. И все. Мы собрались. Наши чемоданы уже увезли. У нас утром была тусовка с чемоданами. Он говорит. С обезьянами. Ну, вы видели. И сейчас мы отправляемся в наш первый маленький самолет. Потом второй большой самолет. И оказываемся в Дубае. Там мы отдохнем пару дней и полетим домой. Надеюсь, что вам понравилось мое приключение в Африке. Оно было, возможно, не настолько полнодоступным для вас. Потому что я снимала одновременно, как я и говорю, stories. И из-за этого могла путаться, что я вам рассказывала, а что нет. Мне кажется, все равно 100% было достаточно того, чтобы вам передать атмосферку. Так что, надеюсь, вам понравилось. Мы перед отъездом зашли в магазинчик чего-нибудь себе прикупить. Купили вот такого слона, потому что с ним у нас куча воспоминаний. И, внимание, угадайте, сколько стоит этот буйвол. 25 тысяч долларов. Все. Мы уже ждем наш вылет. Тут у нас аэропорт. Тут саваны ходят животные. Тут мы вылетаем с самолетика. Очень классный, необычный опыт. Африка – это прям вообще что-то очень новое, необычное. Интересное, захватывающее. В общем, я очень рада, что мы тут побывали. Но на самом деле, что я точно сразу скажу, для тех, кто планирует путешествие, трех дней прям было супер достаточно. Ну, трех полных дней. Летим дальше. Вон все идут уже. Всем привет! У нас сегодня last day Dubai. Лежу за гора. Скоро мы поедем купить чемодан. Просто классика. Выезда из Дубая. Каждый раз нужно покупать новый чемодан. Купим много, просто миллиард фиников, потому что здесь просто невероятные вкусные финики. Ну, что-нибудь еще посмотрим. Будем отдыхать, ужинать, ложиться спать и завтра улетать. Ну что ж, мы собрались. Сейчас уже вылетаем домой. Я хотела вам показать, какой у нас был номерочек в этот раз. Тут, конечно, сейчас не убрано, но все равно норм. Вообще, какое-то в этот раз чувство. Хочется остаться еще. Но я думаю, что, учитывая, что сейчас везде лето, будет прикольно. В общем, это ванная, здесь у нас гостиная, длинный балкон. Все, мы полетели. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»